Всем привет! Наступила весна, буйных обострений, хейтеры снова объявились на моём канале, а у меня, как у классической эльфи, очередное помирание в очередной раз. В общем, ну да, я такая вся вяленькая, второй день хожу. У меня будет теперь плейлист, вот первое видео в этом плейлисте, мои музыкальные отзывы, скажем так. Так, мне Таня Китаева приволокла кучу всяких дисков, её муж владеет звукозаписывающей компанией, если вам интересно, то ссылка на канал Тани Китаева есть на основной странице моего канала в разделе интересные люди, откнитесь к ней, напишите ей там вконтакте или ещё куда-нибудь по поводу её мужа, его звукозаписывающей компании и тому подобного. Ну а я решила обозреть один из дисков. В общем, я специально не гуглила, не искала, что это за фестиваль, не читала особо про студию Таниного мужа, ну и просто решила чисто поделиться своим мнением. Вообще, на будущее, если вам вдруг случайно интересно моё мнение, то можете присылать мне эти самые диски, дарить там или как-то так приносительно послушать. Но это не относится к тем, вот два у меня, по-моему, видео было или одно, я даже точно не помню. Типа, посмотри клип того-то и скажи свою реакцию. С этим не ко мне. Потому что, ну, даже вот диски вот у меня лежат, когда у меня была Таня и когда у меня вот я стала слушать. У меня очень долго руки не доходят, и когда мне тыкают, вот посмотри, такой-то фильм, посмотри, такое-то аниме, я помню, Горбушкин там про какое-то ещё аниме, он просил, всё, руки никак не дойдут. Или послушай музыку, вот когда мне так вот тыкают, совершенно неохота слушать. Я сейчас вообще крайне редко слушаю музыку по собственному желанию, ну, что-то другое, кроме того, что там у меня в первых списках плейлиста в ВКонтакте, допустим. В общем, вот такая вот, оно практически было запаковано, ну, чуть-чуть так, это может порвано, я не помню, может, оно у меня так и было, что порвано случилось. То есть, может, я сама случайно как-то зацепила обычная такая слюда, вот такая вот бумажная упаковочка, и вот так вот оно выглядит. Да, камера не на штативе, потому что мне так удобнее. Если кому-то надо сверхблизко моё лицо, зайдите в ВКонтакте, там куча всяких фоток меня, увидите сверхблизко моё лицо. В общем, тут у нас два диска, это Психофест, альбом первый и второй. В одном у нас, по-моему, 11 песен, в другом 10 песен. Тут всякие пометки, я вот сейчас попробую поближе поставить камеру, там можете нажать на паузу и глянуть, если что, если вам что-то интересно. Так, вот так, наверное. Ну, и что хочу сказать, я пока слушала вообще три диска из всех, что у меня там от Тани есть, о каждом я, конечно, поговорю отдельно. Ну, вот эти два, и то, что я уже, тоже вот отдельное видео про него, у меня на них на все ругается мой дисковод. Они, я не знаю, вот так задумано, что они там как бы слегка почиканы, почуканы, не знаю, как вот. Знаете, когда диск лежал, лежал, вы там вот до хрена сколько раз слушались, то ли я диски не слушала, последний раз слушала Бритни Спирс, наверное, год назад. У меня, да, есть диски, Бритни Спирс, какой-то альбом. В общем, вот даже так на просвет тут вот видно, ну, какие-то немножко, я не знаю, будет ли видно на камеру, как вот он, блики и не блики. Ну, короче, видно какие-то чирки, слегка раненый, скажем так. 2016 год, что-то тут такое. А, даже ссылка ВКонтакте, kvk.com slash public 29 31 80 96. Наверное, это, возможно, ссылка на этот вот самый фест или что-то в этом роде. Я что-то только сейчас заметила, что тут такая ссылка. И даже 3O Marcon лицензия, бла-бла-бла. Короче, что хочу сказать. Вот первое впечатление, я вообще-то поставила фоном под тайп. Учитывая, что у меня второй день такой, ну, сегодня очень сильно такое обморочное состояние, вообще жутко. Вот у меня каждый такой вот последние пару лет, каждый период обострения, то желудок обострится, то, блин, этот желчный, то мигрени, то вот обмороки. Ну, у людей какие-то хронические болячки, а не у совсем людей негативная энергия через уши прет. Как я тут заметила, по некоторым у меня в каментах обострились. А так, в общем, я себе чисто пометила на бумажках. Может, надо было очень сильно подготовиться, но я вот буквально полчаса назад закончила это все прослушивать и решила записать, что потом уже просто не вспомню. Вот даже можно без бумажки. Вот чисто мое мнение на оба диска. Там есть какие-то вот такие проблески, я про них скажу отдельно, но очень скучная. Вторичная. Очень много сурового материала. У меня вот ощущение, что половина музыкантов там, вот им никто никогда не говорил. У них не было моей такой вот типичной ННП, Натальи Николаевны Правдиной. У них не было кого-то по гармонии. У них, не знаю, к ним никто не подходил, не говорил, слушай, это настолько сыро, убавь вот это вот в три раза или в четыре, и не знаю, растягивать это на 10 или 20 минут. Ощущение вообще чисто вот от первого диска прослушивания. Первый он, можно сказать, минус два. Второй еще как-то более-менее, там просто есть проблески чего-то вообще такого, ну, как-то нормального для меня. Это чисто мое мнение. Если вы фанат психофеста, то не обращайте внимания на мой отзыв. Упритесь рогами и радуйтесь, что оно вам нравится. И слушайте это хоть до посинения. В общем, думать оно совершенно мешает. Я иногда ставлю что-то фоном, когда тайплю. Если мне надо понять, вот правильно ли у меня там фраза, потому что я сначала перевожу, иногда редактирую после, а иногда редактирую во время тайпа. И вот не дает совершенно сосредоточиться. В общем, фоном можно ставить, но если вы при этом что-то думаете, то не надо. Второй раз я это не осилию, скорее всего, этот диск. Если Таня не против, то я бы его кому-нибудь, ну, не знаю, сдарила, не сдарила, отдала бы просто. Вот там фоном на мероприятия в библиотеке можно ставить еще куда-нибудь. Если к вам пришли какие-нибудь гости, а вы их не... И, кстати, вот вспомнила, когда ко мне приходили иногда гости, вот, ну, знаете, придут люди, а вы их... В тот случай, когда их даже прямым текстом не выставишь. Я ставила печизма. Мне печизма нравится, я люблю нойс. Но не все его любят. И вот у меня полчаса там послушают люди печизма, полопят, типа поставь что-нибудь другое. А что это, мне нравится. А у меня принцип такой, что я в гостях слушаю то, что нравится хозяину. А то, что нравится мне, меня слушают, соответственно, гости. Ну, и как бы потом они сваливали. Так, в общем, что я тут написала, что оно скучное, вторичное, однотонное. Да, еще очень много везде проскальзывало оттенки таких чужих прорезов. Чужих произведений. Будто кто-то где-то кусок музыки скоммунизил, в себе вставил и пошел дальше играть. Как бы так и надо. Но никаких сносок, ссылок не было, что вот это скоммунизено там из какого-то там музыкального произведения. Ну, общая вот по первому диску именно вот какая-то очень сильная вторичность. И еще вот чисто практически по всем темам, кроме нескольких, про которые я потом скажу, вот чисто даже номера треков, наверное, скажу просто, которые вот для меня чисто выделились ощущения, будто ребята собрались на сэшне поджимовать, там, под пивко, под еще чего-нибудь. Вот что идет из головы, там, длин-длин-длин-длин-длин-длин-длин, тык-тык-тык-тык-тык. То и играется. И зачем-то это записали, разделили на произведения и выдали как офигительно новые вещи. Не знаю, вот мне как-то оно, ну, не понравилось. Не то, чтобы не понравилось, я всеядная, у меня хорошее терпение. Некоторые я, хоть у меня и офигительное терпение, некоторые я проматывала, потому что меня не хватало на это. Вот сейчас я тут, ну и да, вот я тут написала себе, еще не сказала, правда, но вот мысли вот я вспомнила. Действительно, вот, ну, если бы я не знала, вот не видела бы эту картинку, что тут вот разные группы, разные песни, соответственно. Я бы решила, что это одни и те же музыканты, вот, играют даже, вот, просышенные. Я говорила, тут вот реально просто собралась какая-то группа людей и гонит что-то одно. Другое, третье, вот, ощущение, будто одни и те же люди это играют. Вот, я даже сказала то, что я написала, даже не заклятывая. Ну, и ощущение такой какой-то импровизации, практически полнейшей. Вот у меня есть какие-то такие темы, когда я помню, мне 15 лет было, меня как-то познакомили там с человеком одним, ну, показывала я одному музыкантше, одной преподу по музыке, свое вот это вот, все, что там накидало, и монитор у меня поток. Мне вот примерно так вот сказали, как у меня ощущение сейчас вот от этой музыки, что полнейшая импровизация что-то такое нагнала, ну, там, когда вот вроде как знаешь сольфеджио, вот эти все тональности, ноты там вот четверти и тому подобное, размеры, а когда пишешь, вот, что пришло в голову, инструментов при этом нету, и даже не проигрывал сам, то вот какой-то набор звуков, откровенно говоря, полная импровизация, не знаю, вот, ну, я не знаю вообще, кто ходит на этот психофест. Так, вот тут у меня уже пошло, видимо, какую-то, какая музыка мне нравилась, какая, не то, чтобы нравилась, листик у меня вообще тут есть, на второй диске я записала по тему. Это, видимо, у меня тоже все от одного листика, да, это все второй диск. На второй диск у меня как-то больше каких-то эмоций вызвал, Ну, и что вот по первому диску хочу сказать. Сначала меня вроде как зацепила третья песня. Она вроде тут как называется. Я не заглядывала в словарь, может, как-то по-другому. Снейк Шарм сейчас только прочитала до этого, почему-то я вообще по-другому ее прочитала. Ну, в общем, третья песня. Если я ничего не путаю, связано название с костями. Сначала она мне как бы понравилась, я несколько секунд там прослушала, мне так, о, круто, я ее галочкой отметила. Потом она пошла, и она стала такая унылая. Конкретно мне тут понравились только девятая и десятая песни. Я их даже отметила галочками. Они как-то очень выделяются среди вот этого первого диска. Ну, а второй диск, что хочу сказать. Тут мне сначала как бы понравилась вторая тема. Но, сейчас я гляну, может, она у меня даже записана. Для еще второго трека. Второй диск. В общем, я сейчас, наверное, даже чисто буду, обленюсь так и буду зачитывать. Первый трек может идти фоном. Но унылый. Я не помню, длинный, он не длинный. Но вот фоном можно слушать. Но если попутно еще какой-нибудь телик говорит, кто-то говорит с вами, вы с кем-то разговариваете, он может идти фоном. Он даже может пойти фоном. Вот Аленка иногда вставляла в свои видео музыку. Вот, наверное, таким фоном он может вполне пойти. Так, второй трек. Который я сначала отметила галочкой, а потом зачерпнула. Так, я подозреваю, что могу отмечать галочками. Это же как бы мне вдарили, да? Делай, что хочешь, называется. Только в печку не ставь. Мне кажется, в печку, если поставишь, ничего хорошего не выйдет. В общем, второй трек вроде цепляет, но... Дальше вот идет уже дно. В общем, звук крайне грязный. Пишет Лёля. И ощущение, словно чего-то уже где-то было. И вот это чего-то уже где-то было, и какой-то косплей... Очень много где, практически во всем диске у меня слышался этот косплей. Чего-то где-то скоммунижено. Что-то где-то заныкано. Может быть, подражательство. Не знаю, ну... Как-то вот не впечатлилось. Так, в общем, третий трек. Чего у нас тут? Он у меня не отмечен. Называется трек у нас Ладога. С тремя звездочками. Да, вообще, я тут поняла, что некоторые группы, предоставленные на диске, они как бы должны были участвовать в фестивале, но по какой-то причине они не смогли участвовать. Это чисто по сноскому. Да, я не знаю, в чем прикол. Тут все пишут на английском. Хотя, я так понимаю, это русский фестиваль, да, и, видимо, русский фестиваль, проводящийся в России, или проводящийся, или вообще конкретно такой русский фестиваль. И, да, кстати, вот тут ссылка. Я только что-то сейчас заметила. www.vk.com slash ps$ych Вот эта черта нижняя, не помню, как она называется нормально. Music. Ну, M-U-S, опять же, $i-C. Видимо, это ссылка на этот фест. Надо было, наверное, сходить, почитать перед тем, как слушать. Хотя, с другой стороны, если бы я почитала, у меня уже была бы подготовка, и у меня, наверное, мнение не было бы таким настолько чистым, а было бы, скорее всего, каким-нибудь слегка предвзятым. Так, в общем, третий трек у нас. Он слегка как бы выпадает из массы вот этого всего непонятного, психофестивального. Но тоже слегка затянут. Я думаю, даже не слегка, а конкретно затянут. Тут сократить бы его раза в три, наверное. И вот снова у меня то ощущение, про которое я говорила в начале. Видимо, это на меня так повлияло, что вот реально на оба диска, что у ребят никогда не было критика. Доброго такого конкретного критика. И кого-то типа моей Натальи Николаевны Правдиной, то бишь препода по композиции. Ну и музыка все-таки очень сырая. Вот даже та, которая вроде как скоммунижена или закос под кого-то, ну, вся такая вот, практически вся сырая музыка, кроме нескольких вот треков совершенно. Но так как тут как бы получается, я надеюсь, все-таки что-то разные люди, а не несколько человек под разными названиями собравшиеся. Ну и да, вот я опять тут... То, что я уже говорила, но оно у меня в бумажке написано. Все-таки оно запало в память. Тот случай, когда лучше сократить раз в пять, чем растягивать на 10-20 минут. Я просто вспомнила, когда я ездила, хотела сказать мелкая, но я была не мелкая, когда я ездила на два раза на фестиваль композиторов Ярославль в 2004, по-моему, 2003-2004 год, что-то такое. И на какие-то темы мне говорили, я тогда вроде как обижалась, на какие-то я понимала, что они действительно сырые. Мне говорили, что лучше сократить или наоборот, вот разбить на несколько произведений, потому что разные такие предложения музыкальные. Вот тут тот случай. Тут еще вот когда пишете, начинайте, вот параллель вообще была такая, начинайте писать стихи. И вот у вас сначала, ну не всегда получается сразу нормально. Иногда бывает такое сырое совершенно стихотворение, длинное, 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 лучше его сократить, убрать воду и так далее. Вот у нас одна девочка в литок ходила, мы ее с Машей звали, Маша в основном ее звала, Русь Ведическая. Православная, Русь Ведическая, цитата из стихотворения. И вот там что-то такое вот километровое. Я могу понять, когда там какая-нибудь бабушка лет 70-60, лет 70-80 где-то, не знаю, может в 90, решила писать стихи, вот чисто Божий одуванчик приходит в библиотеку, читает, почему бы не послушать, не дать человеку там как-то себя проявить на старости лет, да. А когда человек как бы позиционирует себя как такой я, типа молодой начинающий поэт, вот там такое вот длинное и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, без конца и начала, то, в общем, очень сырые стихи. Вот тут вот параллель была такая вот, очень сырая музыка. Что-то повторяется по много раз. Я еще подумала, что вот у меня этот лет смерти на 29 минут, конечно, он длиннее, чем самая длинная композиция, по-моему, тут. Но у меня как-то там и текст был. Не знаю, я сейчас саму себя, наверное, похвалила, но я раньше, когда над ним, лет шесть, наверное, над ним работала, что-то убавляла, что-то убирала. Вот тут как-то не чувствуется, что над этим работали. Не то, что шесть лет, месяца два, наверное, не работали. Так, что у нас дальше? А дальше у нас идет... Да, кстати, вот тут я это... По поводу третьего трека и первого диска в том числе. Третий трек на втором диске, первый диск вообще, если у вас полуобморочное состояние. Вот у меня полуобморочное состояние. И вам, ну, может, кому-то нравится полуобморочное состояние, потому что, вот, знаете, вот эти вот, ну, люди, которые едят какие-то всякие препараты, мне кажется, вот на них, оно как-то, вот эти все препараты, они как-то странно действуют же на людей. Вот если у вас полуобморочное состояние, вам это нравится, полуобморочное такое состояние, вам, допустим, нравится, да? И у вас нет средств, которые продлевают это обморочное состояние, но вам этого хочется, послушайте вот эти диски. У вас, ваше обморочное состояние станет еще хуже. Это трындец какой-то. Ну, если вы, конечно, любите такое, и у вас не бывает каких-то побочных физических эффектов от такого, то вам, конечно, оно не поможет. Так, видимо, дальше меня уже не впечатлило, и впечатлило только шестой трек, потому что после третьего я ничего не обращала, не обращала внимания, но как-то шло и шло, уныло, 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 вот так вот, цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Шестой трек. Вот шестой трек явный косплей чего-то, конкретно так косплей чего-то. Хотя тут есть ссылка с носочкой, я не поняла, то ли эта сносочка относится к вот этой квадратной скобочке внизу, то ли эта сносочка относится к тому, что это с первого фестиваля. Как тут написано, первый фестиваль, потом тут третий фестиваль. Я так поняла, что тут треки, опять монитор потух, забыла я его настроить, чтобы он дольше не тух. В общем, тут треки исключительно с первого и третьего фестиваля. Второго фестиваля, может быть, не было, или со второго фестиваля ничего не записывалось. Короче, шестой трек. Косплей чего-то. Кут 35. Я не помню, как 35 на каком-то другом языке. И на каком вообще тут это написано. Английский, французский, немецкий, еще какой-то. Джахрум. Короче, какая-то комната. Группа какой-то комнаты. И песня трек Кут 35. Вот ощущение косплея. Что-то такое знакомое. Что знакомое, не могу сказать. Учитывая, что я вообще сейчас в последнее время слушаю какие-то треки из аниме. Очень чаще всего, что я слушаю, это треки из Юки Юны. Саундтреки, скажем так, да? Ну и седьмая. Седьмая, седьмая. Седьмая солнце. Там даже поется. Вот у меня ощущение было, что там вот поется как-то вот, ну, между нот. Не то чтобы между нот. Может быть там человек поющий еще. Кстати, вот почему-то ощущение было, что какой-то, не знаю, косплей, не косплей, песня, не песня этого. На Виктора Цоя что-то смахивала. Вот так вот. Меня кто-то спрашивал в стриме, что ли, я уж не помню. Не то чтобы он мне не нравится. Ну, в общем, возможно и не нравится. Не то, что я нехорошо к нему отношусь. Ну, как-то никак, наверное, не отношусь. И вот этот вот трек почему-то по голосу от этого солнца, он мне напомнил, параллель была с Виктором Цоем, а музыка, вот ощущение, что аккомпанемент вообще откуда-то с другого места содрали. Или так вот, кто-то там играл, а тут пришел человек и решил подпеть. То ли у того слуха не было, то ли у этого, то ли просто решили между нот специально играть. Какая-то, в общем, ну, не то, не все. Восьмой трек. Вот восьмой трек, вот честно. Министры цветов, министры цветов с воротами. Вот что вы забыли на этом фестивале? У вас же музыка вообще 50-е, 60-е годы по стилю. Это такая вообще классная музыка. Что вы забыли на этом фесте? Вообще, пожалуйста, ответьте мне кто-нибудь. Непонятно зачем, непонятно почему. Как один анонимус один Стефоретника писал, непонятно почему и зачем. Вот реально, мне непонятно почему и зачем эти ребята выступали на психофесте с этим своим треком, с этой своей группой. Даже если это одни и те же люди под разными названиями групп. Но вот этот стиль, он вообще не вписывается в этот психофестиваль. Но вот она мне очень понравилась. Я ее даже слегка переслушала. Так, у меня тут остался еще листик. Так, и это у нас... Кстати, диск почему-то мне отметил 11 треков. На самом деле тут 10 треков. Но когда я открывала, он заплевался, плевался, сказал, не буду эту папку открыть, сказал компьютер. Я открыла уже вручную. И, в общем, он мне показал 11 песен. И моя банши, через которую я слушаю музыку на ленинге, тоже сказала 11 песен. Но в результате 11 она и не играла. И слетела сразу после 10 окончания. Так, вот 9 еще более-менее. Но тоже затянуто. Но и как бы на фоне вот этих ворот, министров цветов, министр цветов. Не знаю, как правильно это. В общем, цветочный министр, и после него слушать 9 трек, это как-то нормально. Даже забываешь, что это какой-то странный психофест. Непонятный, нудный, затянутый, совершенно сырой, местами косплейный психофест. И вот после вот этих цветов, слушать 9 трек, это еще нормально, но 9 трек тоже слегка затянутый. Как-то так. Ну, 9 треку даже плюсик, можно сказать, 4 балла можно поставить, тем вообще 5, тем вообще вне конкуренции. И вот дальше идет 10 тема. Камни, лесная песня, а нет, лесная песня камни, это у нас была 9, и вот 10, хрен знает, кто это, и вот тоже непонятно, тут даже, кстати, вот кружочек, может это так задумано по дизайну, может тут забыли вот этого человечка поставить. Кстати, интересный такой дизайн, тут нету цифр, тут есть просто человечки, так вот в 10 песне, если считать пальчиками, там, ручную, или еще как-то, человечка в кружочке нету, но есть песня, и непонятно, квадратные скобки к этой песне, опять же, относятся, или там к какой-то другой сноске, потому что тут вот этих звездочек, в принципе, 2. Я сейчас зевну. Мне кто-то сказал, очень плохо зевать в видео, типа это, плохо относишься к людям, которые тебя смотрят, но если человек уверен в таком и в это верит, то, конечно, его не переубедишь, я чисто пыталась, 10 минут сдерживалась, чтобы не зевнуть, я даже в каком-то видео после этого камента пыталась не зевнуть. Ну, что я сделаю, я в таком полуобморочном состоянии, пребываю уже целые сутки. У меня такое было, по-моему, на последних трёх трансляциях. Может, это, конечно, незаметно было визуально, но вот белые мушки перед глазами очень сильно так бегали. В общем, 10-я песня мне почему-то напомнила какой-то трек Rolling Stones. Роллингов, Rolling Stones. Вот конкретно, Rolling Stones и всё. Может, это какой косплей, может, они кавер сделали с роллингов, может, с какой-то группы, похожей на Rolling Stones, но вот тоже вот этот, 60-е вот эти годы, какие-то там битлы, чуть потяжелее роллинги. Но как бы, я не понимаю, что 10-я и 8-я песни забыли на этом фестивале и на этом диске. Вот вообще день и ночь. Вот такой обзор. Вот сейчас мне что-то показалось, а вот чисто вот, если издалека смотреть, вот так вот, как издалека. Меньше, чем метр, наверное, тут от меня до монитора, да? Ну, с моим-то зрением. Вот почему-то оно мне напоминает какую-то обложку металлики с какого-то там их, не знаю, альбома. Я сто лет уже металлику не слушала. Но вот чисто вот поверху, вот, даже вот это вот желтенькое. Нет, это вот желтенькое, да? Да и, в принципе, и то, и другое. Но вот поверху, то, что сверху, так я так понимаю, что это типа глаза такие, да? Психоглаза. Психоглаза, в общем, верхняя века, мне очень напоминает у этих психоглаз, как вот писали металлика свою металлику, на каких-то там своих альбомах. Может быть, на ранних альбомах, может быть, на поздних. Я, откровенно говоря, уже не помню, как там у них сейчас выглядит. Но каких-нибудь там альбомах, когда еще, допустим, был у них там этот Зайсон Юстед, или как он ушел-то от них. Я вспомнила практически именной состав металлики. В общем, по обложке слегка какой-то косплей. По музыкальному внутреннему содержанию слегка какой-то косплей. Две песни двух групп, что забыли на этом фесте, непонятно. Наверное, у этого феста есть какие-то свои фанаты и любители, потому что иначе бы этот диск не выпускался, и столько групп бы не набралось в таком стиле. Но, честно, не мое. Хоть я и всеядная, как бы, и меломан, и все такое. Спасибо за возможность послушать, скажем так, но не понравилось мне это. Значит, уберем две группы со второго диска. Вообще уберем им, может, этим пятерки. Даже если никого так осплеили. Им вообще пятерки. А всем остальным вот такой дизлайк. Всем спасибо, кто отсилил. Всем пока.